Всем привет из Аверят Сегодня я хочу поговорить на тему своей декоративной печки Я ее потестировал, уже получается около недельки Ну и в принципе можно подвести уже какой-то итог Тут вот я забыл стряхнуть, ну можно прямо так Ничего страшного, все равно грязно Многие предполагали, что как ты ей будешь топить, ты ей не протопишь Ребят, она изначально планировалось, что будет декоративная печка Декоративная, то есть для красоты Но, несмотря на свою декоративность, она в принципе выполняет свои функции Данная печка называется Бруно Она естественно, к сожалению, сделана в Китае Вес вот этой пятерки 117 килограмм Есть два варианта отвода дыма Это сверху и сбоку, сзади Я верхнюю часть заблокировал, потому что я не планировал вот такой делать дымоход Ну, сами видели, в принципе, был видеосюжет, видеообзор, как я ее монтировал Сказали, поставил я слишком близко к стене Ну, я как хотел, так и поставил Здесь в будущем будет просто лист железа отражающий С газобетоном ничего не случится В бане у меня, да, были проблемы, когда я делал проходку из газобетона Но проблемы были из-за того, что портал, да, куда закидываются дрова Он расширялся, здесь нечему расширяться И газобетон, он огнеупорный, ему ничего не будет То есть, когда-то здесь будет гипсокартон вплотную приклеиваться А здесь просто кусочек железа будет И ничего в этом такого страшного нет Ну, и внизу что-то надо подумать Потому что подиум Все равно с подиума, как вы видите, грязно тут Но я тут за чистоту особо и не слежу Давайте пойдем посмотрим, что она вообще из себя представляет, эта печурочка Единственный, наверное, ее минус Что влазит сюда полежки только 30 сантиметров И у меня проблема с дровами Потому что дрова, напиленные в баню, они порядка 50 сантиметров Даже, может быть, 60 А здесь только по 30 сантиметров И это неудобно Дров у меня, получается, нет Либо перепиливать старые дрова Что очень не хочется этим заниматься Либо пилить сырые Сырые дрова, они у меня Я их недавно привезли мне, там, горбыль Они, конечно, горят, но горят хуже Около недели я ее тестировал И я сейчас расскажу, что у меня получилось на выходе Значит, первое Если мы топим сухими дровами Тут есть какие-то моменты регулировки Вот это зольник Он, получается, закрыт сейчас в этом положении В этом положении открыт То есть его желательно сырыми дровами, повторяюсь Открываем зольник Здесь А, кстати, тут еще такая перегородочка стоит Вот так Я ее убрал просто Хоть бы показать Вот, смотрите Темно, наверное Здесь, получается, с той стороны перегородки Ну, довольно-таки широкое отверстие Которое Очень сильно задувает ветер Не ветер, а воздух Прошу прощения Он задувает с какой стороны Вот сзади есть такая заслоночка Вот она, в самом низу Темно, но видно Я ее сейчас открыл То есть задние стенки Вот с угла Снизу, получается Вот она Видно, да? Открыт? Нет, давайте Сам посмотрю Это сейчас она открыта Если я ее подниму Закрою Вот так Вот, сейчас закрыт Видите? Конечно, неудобно Вот здесь регулирую Залазить сюда Ну, я сюда и не лажу В принципе То есть я ее открываю на максимум Когда сырые дрова Да, в принципе, ее можно держать На максимум открытой Потому что я имею возможность Регулировать здесь шибером Заслонкой Это не шибер, это заслонка Когда топлю сырыми дровами Она у меня на максимум открытая Когда сухие дрова Я ее вот так вот практически закрываю То есть вот закрытое положение Вот так она у меня остается И, в принципе, тянет очень хорошо Но сухими дровами, естественно, жару больше И горят они дольше А сыры, они быстро прогорают Очень много уходит тепла на сушку Энергии, вернее, на сушку дров И поэтому Ну и дров, естественно, расход больше Ставим это обратно И еще есть вариант регулировки вот здесь Еще не регулируется А, нет, вот оно Ну, то есть тут как бы совсем Плохо как-то регулируется Вот видите, вот То есть это положение закрыто Это положение открыто Здесь вверху такие шторочки есть То есть это делается для того, чтобы Стекло не коптило Вот это стекло Ну, у меня всегда открыто Не знаю, я это вообще не трогаю То есть максимум, что я делаю Это зольник открывая-закрывая И вот там вверху регулирую Вот если бы вот этого не было Ну, по-другому Оно бы очень плохо бы регулировалось То есть заслонка очень сильно решает Я очень рад, что у меня есть отдельный дымохор Дальше Ну, все тут просто открывается-закрывается Очень плотно закрывается Нигде тут ничего никак не тянет Вот Открыто Многие говорят, что вот она у тебя стоит в углу Некрасиво Надо посередине было ставить То есть вы представляете, как это себе У меня вот здесь посередине у окна дымоход Не знаю, мне тут вообще никак Планировка такая не нравится Я хотел, чтобы это было в углу, компактно Ну, в будущем, когда здесь будет сделан ремонт Вы все сами увидите и поймете, какая была задумка Сейчас, что об этом говорить Так, что еще Значит, смотрите Вот сколько я топил То есть и сырыми, и сухими дровами Сухими, конечно, лучше Гораздо лучше, чем сырыми Меньше подкладывать нужно То есть закинул Прижал Заслонку И все Ушел часа, допустим, на три А если сырыми, нужно где-то каждые два часа подходить Подкидывать Пока еще там не прогорело Только-только разгорелось Пришел, уже сырых подкинул Пока они сохнут Потому что если подкинуть позже Когда уже почти все прогорело То вообще Очень долго приходится ждать Когда это все высохнет и разгорится Еще минус Я думал Это, ну, в принципе, минус Минус, плюс Не минус, не плюс Я думал, что Зла будет вот в тот зольник высыпаться Нифига она туда не высыпается Нужно убирать вот эту решеточку И вот в этот передний кармашек Который открыт с той стороны, да Выгребаем всю золу Вот только что я почистил Вот столько золы получилось Это я не знаю, сколько топил Не могу сказать Ну, не засекал, какая разница Сегодня у нас понедельник Кстати, вот это отверстие я еще не заделал Я, наверное, сейчас его прямо заделаю Вот у меня есть асбест Сегодня понедельник Я последний раз топил в пятницу вечером То есть два дня я не топил Температура Вот когда топишь печку Температура поднимается где-то до 6 градусов Бывало даже до 7 Поднималась То есть, ну, как Чем чаще я сюда хожу Тем, как бы, естественно, выше температура Окна, как вы видите, замерзают Ну, потому что здесь холодно То есть прошло сутки То есть суббота-воскресенье Двое суток прошло И мы сейчас с вами посмотрим, сколько здесь градусов Здесь всего 2 градуса То есть помещение больше вообще никак не отапливалось Абсолютно никак не отапливалось И здесь всего 2 градуса То есть температура за двое суток Упала на 4 градуса Я считаю, что как бы это очень хороший показатель Ну, сейчас я подготовил дрова Напилил там у меня всякие там стояли Я хочу растопить Ну и покажу, как она вообще разгорается Как горит Я кидала щепочки Разжигая с помощью газового баллона Пусть я ленивый Мне так быстрее, удобнее Кстати, ну, вот я покажу Может, кто не знает, как этим пользоваться Очень удобный штук Раз и все Вот так Видите, дым немножко сюда попадает Ну, и тут вообще не критично Сейчас я еще кое-что вам хотел показать Что-то прямо от дыма Непонятно Тяга, видимо, плохая сегодня Двление низкое Там у нас открыто все Смотрите, вот здесь вверху Покажу прям Такая еще штука есть У меня вот палочка-выручалочка Не заслонка, а просто Не знаю, что это такое Она Что нам дает То есть дым Я давайте закрою Прям дым что-то почему-то сюда идет Получается Если бы я сверху поставил трубу Сюда Да? У меня бы весь жар бы просто в трубу уходил А так получается температура Максимальная вот эта температура Поднимается кверху Упирается в верхнюю перегородку Потом спускается сюда вниз И уходит только тогда через трубу То есть я так думаю, что КПД максимальный получается В данном случае Я открою Не, закрою ее получается Дрова сухие Сейчас вот это все у меня немножко разгорится Видно, да, все равно даже дрова сырые Аж запотел Красота Ну вот я еще раз повторюсь Двое суток я не топил вообще Ледяная Сегодня буду интенсивно протапливать Ну к вечеру думаю 6 градусов точно нагоню Но с другой стороны на улице тоже не очень холодно Ночью где-то до минус 14 температура опускается А днем Где-то плюс 9, плюс 7 Вот так вот у нас Но меня это очень-очень радует Что в доме тепло Что плюс Хотя бы плюс Потому что топить какими-то обогревателями электрическими Это очень дорого Это очень дорого Газовая пушка у меня есть Я баллоны заправил Но я что-то не стал Потому что цены что-то на газ подняли Ой, не соврать по-моему Баллон 40 литров Стоит сейчас Сама вот я тут съел Не даю Стоит Тысячу рублей По-моему Стоит Вот у меня есть такие пушки Если вы помните Я когда-то их покупал Я пытался его один раз включить Это вообще Ну пукалка по-другому Униска Вот такой баллон стоит Тысячу По-моему 1200 стоит его заправить Тысячу или 1200 А съезд пушка его где-то за Ну наверное За Сутки Смотрите у нас комната одна отгорожена Там горит свет Я пока вам не буду показывать что-то Никак Об этом будет отдельный сюжет Я думаю Маша об этом расскажет Так пока у нас там разгорается Я еще вот хотел показать Кстати вот дверь Мне наконец-то привезли Я ее сюда поставлю Тамбурную дверь Вот смотрите Насколько промерзает Нифига Вот видите как промерзает Надо ставить тамбурную дверь Но пока не до нее Потому что все равно На улице минус Здесь плюс Ну давайте еще быстренько пробежимся Какой-нибудь из комнат Ну вот так вот В принципе тут ничего такого Ну окна мерзнут конечно Холодно Холодно Но вода не замерзает Вот смотрите Плюс Показал вообще не показал Не знаю Ну вот такие вот дела Печку растопил Сейчас немножко Вот это все дело Разгорится Подкину дровишек Пойду еще сюда принесу Напилю Ну и буду топиться Все вот хотел показать Насколько сильно Можно регулировать Скорость горения Но это еще раз говорю Нужно Методом проб и ошибок Вот так вот наверное Правильно Значит открываем Заслонку На максимум Смотрим что происходит Начинается более интенсивное горение За счет подачи кислорода Зольник у нас снизу закрыт У нас не поддувает То есть у нас Только с переднего кармана Поддувает Смотрите Что будет Если я его сейчас открою Видите прямо интенсивное Начинается Горение Вроде какие-то мелочи Очень сильно играют роль Печка уже тепленькая Ну с этими дровами Она не до красна Конечно Разогревается Даже не знаю Можно на ней будет чайник Допустим вскипятить Или нет Наверное можно Красиво да Теперь закрываем Потому что я не собираюсь Сюда бегать Каждый час Сегодня бролеров убираем Там работы много с ними Вы видите Сразу Насколько сильно упал Горение Ну конечно В идеале Заткнуть дырку Надо быстрее Чтобы дым сюда не шел Если в крайнем случае Если все пойдет Пока руки не доходят Я доволен покупкой Хоть это и декоративная печка Но она реально Выполняет Ну частично Да Свою функцию Вообще 8 киловатт Она как бы тепла дает По паспорту И стоит она кстати В районе Вот я могу ошибиться По-моему 30 тысяч она стоит Плюс дымоход 10 тысяч Ну то есть Как бы считать Сами подиум Ну подиум я вообще не считаю Ну пожалуй я ничего не забыл Если у вас какие-то вопросы остались Пишите А кстати Спрашивали Почему я не поставил Типа булериан Или еще какую-то другую печку Но она не красивая То есть мне нужна была Маленькая компактная печка Чтобы Зимними вечерами Я мог сюда пару поляшек кинуть И посидеть Покайфовать Понаслаждаться Больше никакой функции Я здесь не преследовал Все дорогие мои На этом я с вами прощаюсь Всем спасибо за внимание Удачи Пока-пока Пока-пока